Уходи! 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 Спасибо. Главное, что я хочу вам сказать, не надо аплодисментов. Я понимаю, знаю, что происходит. Я знаю, понимаю, что происходит. Я не первый год, как говорят в народе, замужем. Поэтому давайте поговорим по существу. Вы рабочие люди, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Спасибо. Пусть не все, я только что сказал. Пусть единицы стоят здесь. Но запомните, по-мужски вам скажу. И вы выслушайте. А потом действуйте, как хотите. Самое страшное в жизни – это предательство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы кого-то предали. Потому что я хорошо знаю, что происходит. Второе – отвечаю на ваши вопросы, которые вы хотели бы, может, даже не мне задать, но которые всегда бродят в ваших головах. Я, как и вы, за счет не собрался. Уходи! Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос, который вы задали, чтобы вас не держать на жаре. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Третий вопрос. Позор! Третий вопрос. Я понимаю, что многие якобы напряжены той ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Непопулярный вопрос, но он звучит. Отвечаю вам и на этот вопрос. Первое. По крупняку. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали уходи. Хороший повод. А зачем было давать этот повод? Вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, как говорил министр, что кто-то попал под эту раздачу. Но что удивительно, из тех 2,5 или 3 тысяч, все прогуливались. Нет, нет, там не было никого, кто ходил против ОМОНовцев в милиции. Ни одного не было. Все просто прогуливались. Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство, после того, как разобрались, их было на Окрестино 2,5 или 2 тысячи, чтобы вы знали. И на Окрестино, непопулярно, но скажу, получили те, кто там же на Окрестино бросался на менту. Вы знаете, вы прежде всего знаете. Вы знаете. Борь, 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 борь. Ну, спасибо, спасибо. Я вижу вот тут группа, это вот левая немножко. Я вижу вас, не волнуйтесь. И что? Я это все услышал и ответил на вопрос, с чего вы его поднимаете снова, если вы рабочие. Но вы же не запятнайте честь рабочего человека. Я вас услышал и ответил на него. Если вы хотите, чтобы еще раз ответил, и вы покричали, я могу это сделать. Поэтому успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил для этих событий, не провоцируйте их. Потому что если они разойдутся, очень жарко будет не только вам, но и мне. Я не смогу удержать обстановку. Не смогу. Они будут защищать свои семьи, на которых сегодня идет давление через социальные сети. Они не смогут удержать. Поэтому успокойтесь. И последнее. И последнее. Потом покричите. Первое. Что касается этого забота. Что не хватает? Что не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вы, вас клонят или вас часть в политическую плоскость перешли. Но запомните. Там в политике, куда вы рынулись, не понимая, другие законы. Другие законы, чтобы потом не было больно. Ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство. Второе. В этой части. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить. Никто не будет никого давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня и на сегодняшний день ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу. Но время такое, когда надо говорить честно. Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи». Лукашенко в Афгазак. Лукашенко в Афгазак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова